Что делать с мусором, если его не вывозят? Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд. За и против. Что думают в алтайских школах по поводу запрета телефонов на уроках? Ароматные, как сама весна, где в Барнауле растут настоящие голландские тюльпаны. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Сегодня в Барнауле на территории бывшего сажевого завода на улице 9-й Заводской произошел пожар. По информации пользователей паблика «Инцидент Барнаул» здесь шинный завод хранит бракованные покрышки. Однако пламя возникло из-за возгорания емкости с мазутом. Для тушения пришлось привлечь существенные силы. 11 машин и 65 пожарных. Спасателям удалось не допустить возгорания соседних объектов. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Что делать с мусором, если его не вывозят? На этот вопрос жителям проблемных домов помогали ответить молодые активисты Алтайского отделения Общероссийского народного фронта. Они провели рейд по замусоренным площадкам, на которые особенно жаловались жители Барнаула. И проверили, как работает мусорная реформа. С ними отправилась и наша съемочная группа. Ваш мусор мы вывозить не будем. Так жильцам этого дома вполне может сказать представитель регионального оператора. По закону он будет прав. На 15 этажей и 2 подъезда только один мусоропровод. И тот забивается. Нарушение норм строительных влечет за собой нарушение норм санитарных. Этот контейнер явно не рассчитан, вот мы видим, на тот объем образования, который образуется в данном доме. И если вот контейнер вот так вот вывезли, или наоборот он закрыт, то все жители валят рядом. В своем рейде представители народного фронта таких проблем нашли немало. Мусорная реформа юридически уже действует. Например, тариф на вывоз отходов теперь назначают региональные власти, а не предприниматели. Да и вместо многочисленных фирм, уборкой одной крупной зоны, теперь занимается компания-монополист. Только вот горожане изменений пока не замечают. Как оно было, так оно и есть. Представители молодежки народного фронта говорят, задача их рейдов как раз объяснить. И по возможности помочь людям. Основное положение, чтобы был чистый контейнер и оборудована контейнерная площадка. Чтобы наша управляющая компания обеспечивала подъезд техники, то есть региональную оператору. Чтобы между ними был налажен диалог, чтобы у нас не возникало ощущение того, что мы платим больше, а услуг получаем меньше. Региональный оператор, согласно реформе, отвечает только за вывоз мусора. Обустройство площадки, содержание бака в целыми и в соответствии с санитарными нормами – чужая зона ответственности. Содержание контейнерной площадки возложено на управляющую компанию или ТСЖ в многоквартирном доме. В частном секторе за содержание контейнерных площадок отвечает орган местного самоуправления. Мусорная реформа предполагает еще перейти и на принцип сортировки мусора. Но для того, чтобы совершить настолько серьезный шаг, нужно хотя бы разобраться с этими кучами. Кстати, это уверял нас рекоператор – крупногабаритный мусор, который должен вывозиться раз в неделю. Просто накопилось. Андрей Дреер, Александр Антропов. Наши новости. В селе Подсосново немецкого района разом увольняются все сотрудники почты. К такому шагу их подтолкнуло сокращение зарплаты с 6 тысяч рублей до 4 при полном сохранении нагрузки. Причину сокращения сотрудникам объяснили тем, что село находится далеко от трассы, ввозить почту 5 дней невыгодно, поэтому доставка будет трижды в неделю. Официально уменьшение нагрузки. Но реальный объем работы будет тот же, говорят почтальоны, так как отделение продолжит работать в прежнем режиме. Разносить письма, пенсии, квитанции по селу с численностью в 2 тысячи человек. Всю эту работу сейчас выполняют всего три почтальона. Их, конечно, не хватает. Одна вакансия свободна и уже долгое время. Как и там написано, на 6 тысяч еще ставка у нас свободная и никто не идет. Даже нет желающих. А дальше что будет? Останемся мы вдвоем с оператором. И как везде говорится, производственная необходимость. Собирайте еще почту носите, потом здесь работайте. Поэтому вместе с тремя почтальонами заявление на увольнение написали и оператор, и начальник отделения. Коллектив из пяти человек продолжит работать до 15 марта. Ждем официальных комментариев от краевого отделения почты. А перед учителями краев стал другой вопрос, забирать ли телефон у детей на время уроков. В одной из бийских школ на этот вопрос ответили утвердительно. Причем даже прописали эту норму в уставе учебного заведения. По такому пути, оказывается, давно идут и в некоторых других классах. Вредит телефон на уроках или все же помогает, выяснял Андрей Дреер. Роман Широков – не простой ученик, а президент школьного самоуправления. Поступать собирается в Академию ФСБ. Поэтому хорошо знает и права, и обязанности. Я считаю, что запретить телефон и носить в школу нельзя. Но как-то ужесточить правила можно. Ведь многие ученики на уроках играют, допустим, или же на каких-то контрольных работах просто списывают, что, как я считаю, они честны по отношению к другим ученикам. Все по-взрослому. Глава пусть школьного, но все же государства. За ограничения и запреты. Ученики чаще против. А президенту может ответить только человек с такой фамилией. Все же важно понимать, что это частная собственность каждого человека. И лучше всего стремиться воспитывать в учениках стремление, ну, самим понимать важность учебы и не использовать телефоны. Если без шуток, то многие ученики, с которыми мы говорили, настроены либерально. И о своих правах знают. Поддерживают их и многие учителя. Оказывается, телефон на уроки может даже помочь. Например, в школах края подписаны договоры с электронными библиотеками, где ученики могут бесплатно читать. Например, есть ряд сетевых программ, которые даже внедряются уже в городе Барнауле. К сожалению, пока на английском языке, но я надеюсь, что будут и русские версии. Когда гаджеты, планшеты, телефоны замыкаются в сети, используются, соответственно, для демонстрации, презентаций, какие-то адресные картинки детям, либо схемы, таблицы, которые дети анализируют, либо групповая работа. И все же учеба онлайн, благо, не для всех. Например, в качестве моей статьи, касаемой проверки уже сайтов, исторических сайтов с историческим содержанием, выявлено среди 25 сайтов 4 только относительно тех, которым можно доверять. То есть даже в качестве дополнительной литературы, я считаю, за пределами урока нельзя разрешать пользоваться. Если уж разрешать, то адрес на проверенный сайт. Напомним, министр образования России Ольга Васильева уже высказывалась за запрет телефонов, оставляя право учебным заведениям самостоятельно выбирать условия. А тем временем в одну из бийских школ уже несколько лет действует запрет на мобильный. Сдают телефоны перед уроком и в Барнаульской школе, которую родители просили не называть. Но несмотря на то, что и там мнения разделились, замечено, ученики меньше времени проводят в смартфонах. Андрей Дреер, Николай Шилко, наши новости. Инфекционному отделению бийской центральной больницы катастрофически не хватает кадров. Одни врачи после закрытия корпуса на ремонт были перераспределены между медицинскими учреждениями, другие просто уехали из города. И сейчас, когда до запуска остается буквально несколько месяцев, нужно срочно решать кадровую проблему. Этот вопрос накануне обсудили депутат Государственной Думы Александр Прокопьев и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. О том, как в Бийске намерены восполнять кадровый дефицит, расскажем прямо сейчас. Обновленные красочные палаты скоро будут готовы к приему пациентов. Ход работ контролируют на всех уровнях власти. Оно и понятно. Центральная городская больница является межрайонным центром. Лечатся здесь не только бейчане, но и жители 14 районов. Подобные центры должны функционировать в режиме бесперебойной работы. Для этого предстоит решить важнейший вопрос – кадровый. Из прежнего персонала практически никого не осталось. Об этом во время визита Александра Прокопьева в инфекционное отделение рассказал главный врач ЦГБ Сергей Некрасов. Я думаю, что учитывая то, что здесь сделано, какие перспективы на будущее, я думаю, что мы кадры доукомплектуемся. По крайней мере, для этого есть все предпосылки. Сейчас в бейской инфекционке нужны врачи, средний медперсонал, санитарки. Кадровую политику депутат Государственной Думы Александр Прокопьев обсудил с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым. Уже сейчас разрабатываются механизмы, которые позволят укомплектовать отделение квалифицированными кадрами. В частности, речь идет о муниципальной программе поддержки специалистов. Она начала действовать с этого года. Деньги на финансирование в размере 48 миллионов рублей уже заложены в городском бюджете. Город уже сейчас приглашает врачей на работу, предлагая им муниципальное жилье, предлагая им полтора миллиона в течение пяти лет и в том числе трудовой договор. В министерстве же решается вопрос более системно, а именно целевого распределения будущих специалистов на это место работы. Кроме того, в ходе встречи стало известно, что краевое министерство здравоохранения окажет инфекционному отделению помощь в закупе новой мебели. Заявка уже одобрена. Учреждению будет выделено порядка трех миллионов рублей. Отделение должно работать уже в новых условиях, в том числе и замена медицинской мебели. Это и кровать, и тумбочки, и шкафы. Для того, чтобы это действительно уже законченный объект, удобный для пациентов, удобный для врачебного персонала, для сестринского персонала, я думаю, мы должны завершить. А вот что касается оборудования, то пока работать придется на том, что имеется. А дальше, если возникнут потребности, проблему в министерстве будут решать в рамках уже отдельных программ. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Александр Антропов. Специально для наших новостей. О спортивных достижениях сегодня в правительстве региона назвали лучших спортсменов и тренеров года. Большинство награжденных, а их порядка 90, занимаются видами спорта, которые входят в программу олимпийских игр. Греблей на байдарках, легкой атлетикой, горными лыжами, дзюдо. Министр спорта поздравил Сергея Шубенкова, Яну Кирпиченко, Сергея Каменского и еще несколько десятков заслуженных спортсменов края. Олимпийскими надеждами назвали Сергея Найдина, Валерия Воронцова, Алису Беккер. От всей души и от губернатора хотел бы поблагодарить за ваш труд, за ваши успехи и вместе с вами порадоваться. Также награду из рук Алексея Перфилева получили юные спортсмены из Ребрихи, Заринска, Бейска, Рубцовска, Шипунова и не только. В правительстве отметили и детских тренеров. Их наградили премии в 50 тысяч рублей. А пока лыжница Яна Кирпиченко завершает подготовку к одним из главных стартов сезона. В этом воскресенье единственной представительнице Алтайского края на зимней универсиаде предстоит побороться за золотую награду. Спортсменка вместе с другими коллегами по сборной уже приехала в Красноярск, где начала знакомство с городом и трассой. Лыжня проложена в кластере под названием «Радуга». Именно здесь спортсменки со всего мира разыграют комплект медалей в дисциплине «Классический стиль» 5 километров. Старт намечен на 10 утра. Напоминаю, что с Красноярским краем Алтай расположен в одном часовом поясе пожелаем Яне гладкого бега. И много цветов. Когда, как не в первый день весны, уже через несколько дней сильная половина человечества выстроится в очередь в цветочные магазины за первым весенним цветком тюльпаном, чтобы поздравить своих любимых с женским днем. Валентина Аскерова побывала там, где весеннее настроение царствует круглый год и выяснила, почему букет тюльпанов в подарок всегда беспроигрышный вариант. Давайте вместе посмотрим. Сказал ты мне, сказал ты мне, больше не приду, больше не приду. Вот так лихо и задорно под музыкальное аккомпанемет цветоводы собирают еще не распустившийся символ весны. Совсем скоро вся эта многотысячная армия тюльпанов выйдет из подзаботливого крыла агрономов и отправится украшать прилавки цветочных магазинов. Вы знаете, это не работа, это наслаждение. Мы питаемся этой красотой от цветов. Наслаждение просто. Какие ваши любимые? Тюльпаны. Холят и лелеют, как своих деток. Выращивать тюльпаны нелегко, признаются цветоводы. Они, так же, как и женщины, бывают капризны и требуют повышенного внимания. Каждый день нужно соблюдать влажность, температурный режим. Нужно вносить удобрения, различные подкормки, вне корневые, корневые. Обработка у нас профилактическая идет от вредителей, от болезней. В теплице выращивают 17 сортов тюльпанов на любой вкус. В почете у покупателей красные, рассказывают цветоводы. Технология выращивания непростая. Луковицы высеивают еще в конце декабря, а к началу весны собирают урожай. Благодаря ежедневному уходу цветы вырастают здоровыми, стройными и высокими. Некоторые достигают аж 70 сантиметров и могут составить конкуренцию даже знаменитым голландским тюльпанам. Наш цветок более крупный и выносливый, потому что мы в основном их дергаем с луковицы, тем самым сохраняем жизнь цветку. Цветок срезают нераскрывшимся, чтобы он распустился на наших глазах и вырос еще на 5-10 сантиметров. Мужчины часто забывают, говорят цветоводы, что порадовать женщину очень просто. Букет цветов по поводу и без навсегда завоюет сердце вашей избранницы. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, возможен снег. В Славгороде и Рубцовске – минус 1, 2 тепла в Заринске, Бийске и Белокурихе. В Барнауле переменная облачность и около 0. Напоминаю, телефон на редакции в Барнауле – 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи.